Характер животного зависит не только от воспитания, но и от генетики. Некоторые четвероногие отличаются добродушием уже с рождения. Они хорошо лазят с детьми, не обижают других питомцев, радостно виляют хвостом даже незнакомцам и всей душой любят своих хозяев. Всех самых добрых собак в мире невозможно уместить в одном видео, поэтому в список попали самые популярные породы для квартир и частного дома. Золотистый ретривер Это невероятно добродушный, открытый и покладистый питомец. Он прекрасно уживается с любой другой живностью в доме, спокойно переносит все манипуляции со стороны маленького ребёнка и утешает хозяина в трудной ситуации. У питомцев этой породы ярко выражены социальные инстинкты и привязанность к своему владельцу, поэтому их ни в коем случае нельзя держать на цепи или в вольере, а также надолго оставлять одних. Также эти собаки обожают любые водные процедуры, поэтому если вовремя их не остановить, то во время прогулки они проверят все находящиеся по пути лужи, а купание в реке или озере доставляет им огромную радость. За такой собакой необходимо тщательно ухаживать. Особенного внимания заслуживает шерсть. Чтобы она выглядела прекрасно, постоянно нужно показывать питомца профессионалам. Ньюфаундленд Отличительными чертами этих удивительных животных является мощь, выносливость, сообразительность и интеллект. Они прекрасно чувствуют себя в воде, любят купаться, нырять и плавать. Физические данные этих собак позволяют им долгое время находиться на плаву, преодолевая значительные расстояния. Благодаря данным характеристикам, собак этой породы часто используют в качестве надежных спасателей на воде. Это мощные и массивные животные, с крепким телосложением и мускулистыми лапами. Но, несмотря на внушительную внешность, Ньюфаундленды – одни из самых добрых и миролюбивых собак на свете. Агрессии по отношению к человеку эти животные лишены. Они прекрасно справляются с задачами собак-нянек, умеют самостоятельно принимать решения в критических ситуациях, легко социализируются и добродушно относятся к другим домашним питомцам. Синбернар Выведенные как альпийские спасатели, сейчас эти животные занимают место полноценного члена семьи. Но нужно понимать, что размеры собаки требуют и большого пространства при содержании. Поэтому идеально синбернары подойдут для частного дома с просторным участком, желательно с клеткой или вольером. Несмотря на свои внушительные размеры, синбернары – очень добродушные и ласковые существа. Они могут заменить няню для вашего ребёнка или стать вам лучшим другом. В силу своего характера питомцы этой породы могут иногда быть слишком задумчивыми, чем объясняется их заторможенная реакция. За здоровьем своего любимца следует тщательно следить, так как у этих собак могут часто возникать проблемы с глазами и опорно-двигательным аппаратом. А также от калорийной пищи и малоподвижного образа жизни у них может наблюдаться ожирение. Бассет-хаунд На первый взгляд может показаться, что эта собака на своих коротких ножках медлительна и неуклюжа. Но нет, она весьма подвижна, поскольку является охотничьей породой. Также бассет-хаунды отличаются острым нюхом, ведь в этого зверя природы заложено всё везде исследовать и изучать. Грустная мордочка также обманчива. У этого небольшого животного весёлый нрав, и он весьма общителен. Пёс требует минимального ухода в силу своих размеров и отсутствия длинной шерсти. Небольшой питомец, как маленький непоседливый ребёнок, требует внимания и движения. Постоянные прогулки для хорошего настроения псу необходимы. Загородный дом с большим участком для него будет самым лучшим жилищем. Здесь он может резвиться и шуметь, не мешая при этом соседям. Болонка мальтийская Некоторые люди думают, что собачки мелких пород отличаются злым и весьма дурным характером. Но это далеко не так, и мнения это ошибочные. К примеру, представители данной породы отличаются невиданной добротой. К тому же, именно эта порода собак абсолютно безвредна для тех, кто страдает аллергией на шерсть животных. Ещё стоит отметить тот факт, что, будучи добрыми и ласковыми созданиями, они сильно тоскуют по хозяину, если долго его не видят. А потому часто можно увидеть, что баллонок носят с собой, ведь их размер это позволяет. Так что именно мальтийская баллонка станет отличным другом для каждого. И последняя собачка в нашем списке – папильон, что в переводе с французского означает «бабочка». Такое название собаки получили за форму своих ушей, напоминающих крылья бабочек. Это питомцы, у которых никогда не бывает плохого настроения, и своим позитивом они готовы заряжать хозяина каждый день. Они очень неприхотливы в уходе, и, самое главное, имеют крепкое здоровье, поэтому продолжительность их жизни часто достигает 15 лет. Главное – иметь мягкую лежанку, вдали от слишком низких или высоких температур. Взрослые особи имеют послушный и любвеобильный характер. Оставив животное дома в одиночестве, вы не рискуете по приходу обнаружить испорченную мебель, обувь или погрызанные провода, так как папильоны не склонны к баловству. Еще одним плюсом этих собачек является то, что они отлично ладят с кошками. Субтитры создавал DimaTorzok